Дружко каравай крае Дружко каравай крае Ашпанек дзер лезун, саворек дзер лезун, хевмим орацек Умэйшга жанойш Йос, Марлеса милымлы кулайудморт кэл Паян таван джелеге гуне, а тиян не джелеге гуне Родной язык – это и образ мысли, и культура В нем слились воедино прошлое, настоящее и будущее В мире около шести тысяч живых языков, из них на грани исчезновения почти половина День родного языка – это новая дата в календаре ассамблеи Дома дружбы народов Татарстана Это не праздничная дата, это дата, когда студенты Бангладеша, Пакистана погибли на митинге в защиту своего родного языка И ЮНЕСКО решил отметить этот день отдельным днем в календаре Но для ассамблеи народов Татарстана, для народов России это тоже актуально Потому что мы многонациональная страна, федерация И как должны изучаться родные языки, государственные языки, русский язык Эта дискуссия сегодня в обществе продолжается Концерт «Музыка народов мира» в честь Международного дня родного языка В Доме дружбы народов Татарстана стала доброй традицией Которую в этом году решили разнообразить творческим экспериментом Пригласив эстрадный оркестр Министерства внутренних дел по республике Татарстан «Музыка народов мира» 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 В программе произведения русских и зарубежных композиторов народные песни в эстрадной и джазовой обработке. На концертной площадке Дома дружбы народов Татарстана этот день, День родного языка, отмечается уже в третий раз. Были концертные программы в прошлые годы, где они строились из номеров творческих коллективов, национально-культурных объединений. Но в этом году мы решили немножко изменить формат, сделать его более интересным. Субтитры создавал DimaTorzok Языки зарождались, существовали и вымирали во все времена. Но так быстро, как сейчас, они никогда не исчезали. Каждый народ – это неповторимая культура, история, традиции и образ жизни. Свой язык человек знать просто обязан. Проблема языка, она уже давно. В Советском Союзе армяне со времен Советского Союза очень быстро ассимилируются, потому что наши культуры близки России, Армении, Татарстана. Потому что в советский период как-то вот какая-то общность появилась, и мы очень быстро ассимилируемся. Например, в Бейруте армяне очень, в Иране, очень сильно хранят свои национальные традиции, потому что различия в культурах. И поэтому они очень четко разговаривают на армянском языке. У нас немножко по-другому. Мы здесь одно-два поколения, быстро ассимилируемся. Возможность говорить на своем родном языке – это счастье, которого некоторые лишают себя сами. Почему нам нужен родной язык и, ну как мамин язык, да, анитали, по-татарски, если мы говорим, это есть часть самоопределения себя как человека, как народа. Говорить о том, что язык – это есть определение, ну как национальности народа, это, наверное, будет не совсем правильно, да, потому что определение себя как национальности – это все-таки самосознание человека. То есть, в принципе, человек может и не говорить в родном каком-то языке, да, своем, но может себя ассоциировать с этим народом. Но, тем не менее, на мой взгляд, именно 50% того, что ты считаешь себя представителем данного народа, оно все-таки заключается в языке, поэтому язык знать нужно в любом случае. Субтитры создавал DimaTorzok Мы родной язык русский. Потому что говорю на русском языке, и думаю на русском языке. Люблю ли я русский язык, я его не только люблю, я им безмерно горжусь, потому что это великий русский язык, язык Пушкина, язык Достоевского, Тургенева, Гоголя, и можно только гордиться. Гляжу в озера синее, в полях ромашки рву, зову тебя Россию, единственное зову. Гляжу в озера синее, в полях ромашки рву, зову тебя Россию. Единственное зову не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Это язык наших родителей, язык мамы, папы. Мы с рождения говорим на языке родителей, мы поем песни своих родителей, мы сохраняем свои традиции. Без языка не будет ни традиции, ни будущего нашего. Без языка не будет ни традиции, ни будущего. Гляжу в озера синее, в полях ромашки рву, зову тебя Россию. Без языка не будет ни традиции, ни будущего. Когда родной язык свой знаешь, ты уверен, ты стоишь уверен на своих ногах. Если знаешь свой родной язык, то ты мелодия, мон, вот появляется. Можно и спеть, можно и все, и сочинить, и творить. Я думаю, что это основа основ. Человек, как бы ни было, где бы ни было, он должен знать, стремиться изучать. А вот последнее время я же говорю, у меня вот даже дети татарской национальности, очень тяжело знают свой и даже произношение. Мы-то вот даже стремились и старались дома говорить. А я вот спрашиваю у родителей, которые приводят ко мне детей. Я говорю, вы дома как разговариваете? Они уже начинают откровенно говорить, да, мы не говорим на родном языке. Вот вы говори, говорю, вы должны говорить. Я считаю, что, во-первых, это должно быть, да, из семьи. Но, тем не менее, нужен тот, кто будет запускать волну. Если, например, мы говорим о общественной организации, о нас, да, то есть как мы пришли к этому, мы поняли, что начинать со средних классов, с взрослой школы бесполезно уже. И нужно воспитывать новое поколение удмуртов, которое к этому будет привязано. А как это сделать? Мы решили организовать конкурс для маленьких детишек, да, который называется Мудервай. Суть конкурса заключается в том, что дети исполняют песни на родном языке, народные танцы исполняют, читают стихотворения на родном языке, а больше ничего в этом возрасте не нужно. Но здесь даже вот получился такой синергетический эффект. Это, наверное, говорит о том, что в Татарстане народы-то дружно живут, потому что в этом конкурсе принимают участие представители других народов. То есть таким образом они в детстве начинают знакомиться с культурой своего народа, с соседнего народа. И именно с этого начинается, наверное, уважение к этому народу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Татарстан И я с ним на родном, на кыргызском и на русском они хорошо владеют. Вот уже шесть лет в многонациональной воскресной школе существует детский коллектив «Жемчужинки», а руководит им и создала его певица и композитор Фаниля Хабирова. У меня их более семи национальностей в ансамбле. Они очень воспитанные, культурные, друг другу помогают, дружные. Вот сейчас такой самый возраст переходный, 13-15 лет, да, и вот они воспитанные, еще другим подают пример. Я тоже вот стараюсь, чтобы они не только стояли вот столбиком, не чувствуя, о чем они поют, а именно, чтобы у них глаза вот пели. И где-то надо национальные движения, то есть вот чувашеская, а если она чувашескую песню поет, значит, давай чувашеские движения. Я ведь с ними заодно, и на чувашеском языке уже язык начинаешь понимать. И они учатся, и я у них учусь. ПЕСНЯ Фаниля Хабирова известная в Башкирии и Татарстане певица. Вот уже несколько лет подряд ее сольных выступлений с нетерпением ждут. К примеру, в Тименской области, где проходит Международный фестиваль историко-культурного наследия Искер-Жиэн. ПЕСНЯ Вот это первая моя песня была Сарапа Мухамедзянова «Мархомин де Бугангак». Она меня научила. ПЕСНЯ Фаниля Алмагиевна сочиняет песни для детей и взрослых. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это вот песня «Расих Шагаев Шигаре», авторская музыка моя как раз. Вот сейчас я решила вот маленьких малышей, начиная вот с трехлетнего, младшая группа, изучая, для начала я им объясняю, о чем эта песня. Каждый куплет мы работаем над текстом. Даже дети татарской национальности очень плохо владеют. И приходится им прямо вот объяснять. Я работаю вот действительно, чтобы правильное произношение было. А потом уже прослушиваем фонограмму и так далее. Вот так вот мы шаг за шагом с ними занимаемся, с детишками. Ну, это уже невозможно остановить вот это вот состояние. Сочиняешь, когда я имею в виду, да, один за другим. Ну, люди как-то обращаются, поэты. Роберт Минулин. Мне очень нравятся вот его стихи. Асыл сөзларынны туған тілім, беріп тұршы мені азғағына. Бүтінлеге тугел, уақытлыша, тек жетерлік ғымыр азағыма. Сенден алған хәрбір сөзімні мен көзқарасы түсті сақлар едім. Ол сөзларының затлыларын сойлап дығай тіпкіна ятлар едім. Ол сөзларыны жырға айландыргаш, мен көйтарып сене береші әкмін. Исраф болмаз ол сөзларын менді жырі болыралар келешақның. Эйді алмемәлі, ол сұрлардан аз болса да дүния өзгәрірмі. Тек жұғалтмам туған тілім сенің, сеннен алып тұрған асыл сөзләрімінің. Рахмат. Сөзларын айландыргаш. Сөзларын айландыргаш. Сөзларын айландыргаш. Самая большая ценность народа – его язык. Это нескудеющая сокровищница, из которой черпали духовные силы наши деды и прадеды. Ибо в нем душа народа. Сөзларын айландыргаш. 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 Сөзларын арабуш家. Продолжение следует...